Она мне очень тяжело досталась в свое время. Я мечтал о машине и все такое. Старенькую шестерку Михаил Щанкин смог купить только на пенсии. Внуков возил в школу, жену на дачу, себя на рыбалку. Однако в автолюбителях он числился недолго. Летней ночью позвонили из полиции и сообщили, его машина полыхает в соседнем квартале. Я увидел пожарную машину, которая гасит, тушит мой автомобиль. По всей видимости машина была угнана со двора и на улице Мира подожжена. Кому могла помешать его ласточка, он знает наверняка. А теперь уже пешеход Михаил Щанкин ведет нас к тому самому двору, из которого она исчезла. Здесь вот она стояла. Когда она стояла здесь, сосед пенсионера буквально выходил из себя. Ведь это парковочное место он почему-то считал собственным. Летом даже очерчивал краской квадрат, писал в нем номер личного авто, а тех, кто смел на него претендовать, грозился сжечь. Машину больше здесь не ставь. Поставишь, если ты ее найдешь во враге сожженной. Видимо, слов на ветер мужчина решил не бросать. Хотя причастного к угону и к поджогу полиция так и не установила. Эту парковочную битву всю неделю обсуждали в интернете. Автолюбитель с улицы Восточная решил в прямом смысле слова застолбить свое место под солнцем. Участник этой дорожной войны не только самовольно присвоил себе кусочек двора, так еще и держит на нем оборону. Вот сейчас автомобиль явно в разъездах, а замок на месте, чтобы никого и в мыслях не было претендовать на эту территорию. А за теми, кто претендует, герои наблюдают с помощью видеокамеры, установленной на балконе, чтобы после учинить пока правда словесную расправу. У него ведь не только замок, но и аргументы железные. Казенную землю явно не робкий автолюбитель действительно укрыл асфальтом, однако в личную собственность при этом она к нему не перешла. Здесь налицо захват территории общего пользования, придомовой территории. Мы сейчас направим прежде всего сигнал в округ и в управляющую компанию. Вот эти вот барьеры, они должны быть демонтированы. И такие баталии за машиноместа имеют место быть в каждом дворе. И в стареньких пятиэтажках, которые строили из расчета 50 машин на тысячу оренбургцев, и в элитных новостройках. Сегодняшними нормами градостроительного проектирования по городу Оренбургу четко закреплена цифра 300 машиномест на тысячу в новых микрорайонах. Хватает жителям? Не хватает. Не хватает потому, что сегодня каждый второй житель нашего города – автовладелец. Оренбург ежедневно пропускает через себя 350 тысяч автомобилей. Почти все они ночуют во дворах, не всегда готовых их разместить. Вот, к примеру, новостройка на улице Кима – трехподъездная многоэтажка и ни единого парковочного кармана в обозримом пространстве. Журналист Антон Цепилов, который эту проблему изучает не первый год, знает десятки подобных примеров. Кто давал разрешение? Ведь понимали же, что не будет парковочных мест. Но как-то дали, как-то продали, как-то заработали деньги, а вы, жильцы, дальше уже, извините, сами как хотите со своими машинами. На самом деле, над тем, как выйти из парковочного тупика, городские власти ломают голову последние пять лет. Оренбургцам предлагали при покупке квартиры приобрести сразу машины места, наземное или подземное. Не потянули. Цены стартовали от 300 тысяч. Идея многоуровневых парковок поддержки тоже не сыскала. Да и в гараже их пустующих сейчас около 40 тысяч, избалованный страховкой народ, возвращаться не желает. Какой-то вот панацеи, какого-то единого решения его нет. Если бы оно было, оно было бы применено уже по всей России. А пока решения нет, а машин все прибывает, в парковочные войны втягивается все больше воинов. Екатерина Киселева, Вадим Чаев. Наше время.